Играю на ческом Мастер фида у нас соперник Все как обычно, d4, c4 g6 выбирает Ну ладно, конь c3, наверное, староиндийская будет у нас И вариант с h3 Мой излюбленный Так, ну теперь слона Подключу в игру e5, самое популярное продолжение Тут возможный и a5 И конь a6, варианты Конь e8, какие-то он соперник Опять выбрал Конь f3 теперь И g4 Цель этого хода понятна, чтобы Стандартный прорыв f5 сделать невозможным Для белых И теперь слон d3 Здесь можно отступить, наверное Так и сделаю пока что И конь b4, наверное, последует Не торопится с этим соперник Можно a3 сыграть Допускаю, правда, a4 Но ничего страшного Зато теперь не будет конь b4 хода Я хочу на королевском фланге начать атаку Посредством, наверное, ферзь e2 3-0 Ладья g1 И буду гнать пешки просто на короля C6 Такой ход тоже есть, да Наверное, ферзь e2 То есть соперник хочет не дать мне сделать 3-0 Потому что если я их сделаю, то уже просто b5 Попадаю под раздачу Наверное, буду рокировать в короткую В принципе, я в 5 прорыва не боюсь Тем не менее, соперник так играет Наверное, возьму пока разок Сильно открыт мой король Но его, в принципе, тоже То есть Кто первый займет линию g У того, наверное, будет преимущество Или же может на пешку h3 Какое-то давление оказать соперник Тоже есть такой вариант Наверное, следующий ход просто ладья g1 рукой делается А у него король h8 отход Ну, может, какие-то промежуточные угрозы создать Типа ферзь f6, ферзь f8 Пока конь f3 подвисает Вроде на ферзьем фланге Никакой игры не предвидится Поэтому, наверное, на королевском начнет e4 тоже стандартный ход С трендики То есть хочет открыть своего слона g7 Но здесь не уверен, насколько этот ход правильный Потому что у меня поле d4 Появляется, наверное, сразу сюда залезу Ладья h5 хода нет, тем более Но он слон e5 Еще один промежуток заряжает Отступлю пока В ферзь h4 есть еще один ход С идеей просто на конь f5 мат не поставить На что у меня есть ферзь g4 Ладья g1 Ответные промежутки какие-то Достаточно запутанная позиция В эншпиле, наверное, у черных будет приятнее За счет моей слабости b2 Поэтому, наверное, лучше пока игру стоит строить при фигурах Так, а вот здесь ход слон d4 Я сразу подумал насчет промежутка ферзь g4 Не зевает ли мне соперник просто Ну, по-моему, зевает Сходил Ну, кстати, на король h8 еще один ход слон d4 есть И просто некуда девать ни короля, ни ладью А здесь, по-моему, могу еще и слоном взять То есть, в принципе, меня устраивает эншпиль с лишним качеством Но я думаю, при ферзях выиграть здесь будет гораздо легче Есть отход ферзь g3, в принципе Ферзь h5 Наверное, на этом ходе остановлюсь Присматриваюсь к пешке d6 на будущее На слон e5, слон f4 есть реакция Так, а здесь f3 могу подорвать С идеей короля открытого как-то потревожить Наверное, сыграю так И на e3 ладья e1 еще есть ход Я думаю, позиция должна быть выиграна Ну да, ходом мы король f7, конечно, соперник мне серьезно помогает То есть, теперь у короля будет атаковать легче Здесь можно ферзь g4 еще сыграть Перейти в эншпиль, можно просто съесть на e3 Наверное, не буду бояться, съем на e3 Там вроде просто ладья g8 ничего страшного Ферзь h2 есть ход Есть ферзь g4, интересный ресурс Ну да, ферзь g4 сыграю Просто на ладья g4 бью fg И получается массовый размен После чего я, скорее всего, еще и фигуру выиграю То есть, неплохой ход нашелся И получается, что у него слон d4 под боем Ферзь и, наверное, позиция разваливается Да, сдался соперник Удалось как-то разобраться В достаточно непростой позиции Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!